Здравствуйте, мои прекрасные зрительницы! Я хочу сегодня с вами поговорить на тему стресса, как я справляюсь с различными стрессовыми ситуациями, со своей тревогой, несмотря на то, что я сейчас улыбаюсь. Я просто улыбаюсь, потому что я вышла с вами поговорить, вы меня вдохновили в Телеграм-канале. И несмотря на то, что я сейчас улыбаюсь, я как раз прохожу такой период борьбы со стрессами. Я надеюсь, что мой лайфхак, моя позиция по этому вопросу вам тоже поможет. Вообще, изначально, когда я заводила вот этот взрослый канал, я заводила с той позиции и с тех мыслей, что мне очень много есть чем с вами поделиться, очень много о чем есть вам рассказать. Но иногда говорить как будто бы не о чем. И это не потому, что у тебя закончились мысли, или у тебя знаний в голове стало меньше, или меньше каких-то интересных моментов, которые ты хочешь обсудить, а потому что бывают ситуации, когда вроде бы все становится неважным, и кажется, что это неинтересно, и кажется, что это никому не нужно, и какие-то вещи теряют просто-напросто свою значимость. Это может быть из-за того, что у тебя накопилась какая-то усталость, накопились какие-то негативные эмоции, которые ты вовремя не отработал, не контейнировал. Это могут быть события извне, потому что то, что происходит сейчас, конечно же, очень серьезно может выбивать из колеи, а может быть все вместе. И когда тебя какие-то факторы из колеи выбивают, для тебя даже какие-то рутинные моменты, к которым, казалось бы, ты привык, они тоже тебя начинают как бы задавливать. Например, у моего ребенка тяжелая форма атопического дерматита, плюс еще там есть определенные заболевания. И это обозначает для меня, что каждый день, каждый день на протяжении 8,5 лет мы пользуемся с ним мазями, кремушками различными. Почему говорю мы? Потому что, естественно, это все делаю я. Он может в какой-то момент какие-то участки кожи себе обработать, но в основном я понимаю, что это исключительно моя ответственность, что это я должна следить за тем, чтобы каждый день или после посещения каких-то там мест он обязательно себе там спреем обработал, мазью намазал, кремом запечатал, иногда мы обвертывание делаем, иногда в ванночке, но это просто каждый день, это каждый вечер. И, казалось бы, я привыкла к этим моментам. Но я вот сейчас говорю об этом, у меня просто слезы на глазах наворачиваются, потому что я думаю, ну это каждый день просто, это каждый вечер перед сном я этим занимаюсь по 30 минут в день, каждый день. Какие-то поездки ты берешь с собой там целую аптечку, нельзя нормально ходить в бассейн, потому что после бассейна надо вообще полностью там обманывать. Ну очень много каких-то вещей, да, вот он еще начал ходить на каратэ, точнее он сейчас уже бросил. Ну вот после каратэ, после занятий голыми ногами на татами, тоже эта вся ситуация, особенно на ступнях, ухудшилась. И это то, с чем приходится каждый день. И я, казалось бы, я к этому привыкла, я даже не обращаю на это внимание уже в какие-то моменты. Но когда на тебя еще что-то извне наваливается, ты такой думаешь, да ёпп, ну это каждый день, да, там. И дети, которым нужно ежедневно принимать какие-то препараты, или родителям, да, которым нужно постоянно помогать, за кем-то ухаживать, за чем-то следить. И вот эти моменты, они иногда на тебя так наваливаются, и ты думаешь, да ну как так. И что я вам хочу сказать по поводу стресса. Да, вот у меня такой вот период был. На работе это, конечно же, никак не отразилось, потому что работа – это моя вторая жизнь. Это то, чем я горю, дышу, живу. И это то, что делает, в принципе, меня человеком, скажем так. Но вот какие-то такие моменты, особенно вот касающиеся второго канала, где хочется какого-то позитива, какой-то эффективности, какой-то продуктивности, какого-то заряда и какой-то мотивации, вот здесь у меня сказалось. Так вот, что касается борьбы со стрессом и то, как я для себя это прохожу. Есть такой американский психолог, клинический философ, его зовут Джордан Питерсон. Я вам, кстати, советую посмотреть его ролик. Знаете, в каком контексте? Мы с вами на детском канале говорили об искусстве спора, о том, что я хочу этот навык привить ребенку. Я сама этому учусь несколько лет. Я в институте начала этим заниматься и периодически к этому возвращаюсь. Мне это интересно. Так вот, если мы возьмем Джордана Питерсона, и вы посмотрите его интервью, и то, как он ведет дискуссии, вы очень много можете для себя подчеркнуть именно в рамках отработки возражений, в рамках того, что считать аргументом в споре, что не считать, как выводить оппонента на чистую воду, как сбивать его с толку, как выходить победителем из спора. Я не согласна с многими вещами, которые он транслирует. Я просто не хочу, что если вы начнете смотреть его ролики, и если вы думаете, что я вам его порекомендовала, значит, я совсем согласна. Нет. Но то, как он ведет беседы, это то, чему стоит поучиться у него. Джордан Питерсон или Бен Шапира тоже можно посмотреть, как он ведет дискуссии. Это очень классно, очень познавательно. Так вот, к чему я проговорила про Джордана Питерсона? Я несколько лет назад читала его книгу «12 жизненных правил. Как избавиться от жизненного хаоса». И одно из его правил гласит «Наведи идеальный...» Я вам сейчас даже прям подождите, зачитаю. «Приведи свой дом в идеальный порядок, прежде чем критиковать мир». Про что это? Питерсон как раз предполагает, что критика, реакция на внешние факторы и какой-то негативизм в сторону того, что происходит, очень сильно озлобляет людей и погружает в еще большее уныние. И поэтому Питерсон в этой главе, книге своей, он как раз предлагает сделать акцент на себе, привести себя в порядок, привести свой дом в порядок. То есть тебе рано управлять какими-то внешними факторами, если в твоем собственном доме не все в порядке. Начни с малого. Проверь, навел ли ты порядок у себя, хорошие ли у тебя отношения с членами твоей семьи, есть ли у тебя дурные привычки, работаешь ли ты над карьерой, окружил ли ты себя хорошими людьми. Выбери что-то, о чем ты знаешь, что делает твою жизнь хуже и просто прекрати это делать. Очисти свой дом и очисти свою жизнь. Вот такое правило. И вот именно это правило я взяла для себя как ключевой такой момент в работе со своими какими-то тревожными и стрессовыми состояниями. То есть каждый раз, когда я впадаю вот в такие моменты, я себе говорю, так, Юля, стоп, давай подумаем, что конкретно ты вот в том состоянии, в котором ты сейчас находишься, с теми ресурсами, которые есть конкретно у тебя, временными ресурсами, финансовыми, интеллектуальными. Вот что конкретно ты можешь сделать сейчас, чтобы какие-то моменты исправить. Подумай об этом. Подумай сначала над тем, что ты можешь вот ты лично, ты сделать лучше в своей жизни и в жизни значимых для тебя людей. И вот этот момент, он меня всегда очень сильно заземляет. И этот момент, это то, что возвращает мне меня. То, что возвращает меня в реальность. То, что помогает мне расслабиться, сосредоточиться на каких-то своих внутренних переживаниях. Это то, что помогает мне выходить всегда из кризиса. Кризисные моменты бывают у всех у нас. И вот каждый раз, когда я понимаю, что на меня что-то наваливается, или на меня что-то накатывает, или я начинаю слишком много времени тратить на то, чтобы думать о происходящем вне моей собственной жизни. Это очень важно. Конечно же, это важно смотреть и участвовать как-то и в жизни страны, и в жизни окружающего тебя мира, в жизни среды окружающей, экологии и так далее. С разных точек зрения. Это могут быть любые вопросы. Это важно. Но каждый раз, когда я ловлю себя на том, что я из-за того, что слишком нахожусь вовне, упускаю то, что сейчас происходит во мне, в моей жизни, с моим здоровьем, со здоровьем моих близких, с тем, что происходит в моей квартире, я начинаю вот этот момент упускать. В этот момент тревожность еще больше повышается. Поэтому я возвращаю себя в эти периоды сразу же в семью, в быт. Я начинаю думать, а где я что могу организовать, переорганизовать, что я могу сделать конкретно сейчас. Для меня вот это работает классно. Наводить порядок в доме. Именно поэтому я, кстати, у меня был опыт делегирования. Не настолько большая квартира, чтобы вот я уж прям не успевала. Но мы, кстати, с вами на одном из прямых эфиров тоже говорили на эту тему. Девушка спрашивала, зрительница моя, если я себя чувствую комфортно, только когда в доме порядок. Это тоже про снятие тревожности. Потому что ты не можешь контролировать то, что происходит вовне. Можешь отчасти только, но подавляющее большинство вопросов тебе не подконтрольны. Но то, что тебе подконтрольны, это то, что находится в сфере твоего влияния. И, конечно же, когда ты этим занимаешься, ты чувствуешь, что ты хотя бы здесь можешь что-то контролировать. Хотя бы здесь ты можешь быть успешен вот в этих вот моментах. И это то, что помогает переживать разного типа кризиса, момента, разного типа тревожности и уходить от них. Это возвращение на землю, да, скажем так. И поэтому, чем я занималась эту неделю? Я, кстати, с вами потом, я вот начинаю сейчас разбалтываться и понимаю, что я всё-таки продолжу опять видео записывать. Это то, о чем мне хочется с вами поделиться, потому что за эту неделю, пока я вот в этом вот состоянии находилась, я попробовала на себе несколько челленджей. Я пожила по расписанию, когда твоя жизнь прямо расписана. Я поделюсь с вами, что произошло, к чему я пришла. Я переорганизовала какие-то вещи в плане ведения, сформировала какие-то новые бытовые привычки. Это тоже мне очень сильно помогло. И буду дальше с вами этим делиться. Ну вот ключевая мысль этого видео. Прежде чем критиковать всё вокруг и озлобляться за счёт этого, наведите порядок у себя, в своей собственной жизни, проанализируйте, посмотрите, что конкретно вы можете сделать уже здесь и сейчас, чтобы почувствовать себя лучше, увереннее и спокойнее. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать меня пальчиком вверх. Увидимся с вами в следующем видео. Всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!